Намасте Многие древние традиции говорили о важности сердца. Согласно древним египтянам, после смерти человека и его перехода в другой мир, боги клали духовное сердце этого человека на весы и измеряли его, ставя на другую чашу перо правды и любви. Только если сердце проходило эту проверку, человек попадал в прекрасные миры. В Упанишадах в Индии, в текстах, которым уже почти 7 тысяч лет, сердце называли Хридая. Хридая на самом деле означает пробужденное сердце, в котором живет Вселенская Разумность или Антарьямин. Такое сердце, как говорили мудрецы, притягивает к себе три измерения благословений – изобилия, блаженства и благородных людей. Часть величия Всемирного Дня Единства в том, что пробудится сила вашего духовного сердца. Чтобы три этих великих благословения начали течь в вашу жизнь. А помимо этого, во время празднования 21-й минутной мхурты в этот день, вы будете излучать Дикшу Единства в мир, чтобы сместить вектор сознания человечества от разделенности к единству. Итак, как Дикша сделает это с вашим сердцем и коллективным сознанием человечества? Человечество, как раса, потеряло свое сердце. Мы видим, как миллионы людей во всех странах страдают от бедности, недостатка воды и голода. Знаете ли вы, что если хотя бы 10% ресурсов, которые тратятся на войны и оборону в каждой стране, были бы потрачены на эти проблемы, то каждая из них просто перестала бы существовать. Если бы только мы могли потратить 10% этих средств сегодня на эти проблемы, есть достаточное количество технологий, чтобы справиться со всеми ними. Почему же мы этого не делаем? Потому что сознание человечества покалечено и несет в себе разделенность. Именно поэтому вы и я и каждый из нас должен работать над сознанием, чтобы трансформировать человечество. И именно для этого мы обращаемся к феномену Дикши во Всемирный День Единства. Знаете ли вы, что существуют научные наблюдения, согласно которым, когда что-то абсолютно неожиданное вскоре случится с вами в жизни, будь то что-то трагическое или прекрасное, ваше сердце на самом деле чувствует это до того, как это случается, и отправляет очень сильные электромагнетические сигналы в мозг. Вы можете задаться вопросом, как же ваше сердце может это знать? Потому что сердце – это больше, чем мышца. Это поле, разумное, чувствующее поле. Наши сердца постоянно генерируют или взаимосвязанные и синхронистичные поля, или диссонирующие поля в зависимости от нашего состояния сознания. Именно так мы ощущаем чей-то гнев, любовь, радость или сострадание даже на расстоянии, и даже до того, как мы увидели чьи-то лица. Потому что поля наших сердец чувствуют друг друга. Знаете ли вы, что точно так же, как наше человеческое сердце излучает электромагнитное поле, которое можно измерить, магнитное ядро Земли также генерирует магнитное поле, которое можно измерить. И самое странное в том, что частоты наших сердец и частоты Земли совпадают. Когда резонанс большого количества наших сердец синхронизируется с резонансом Земли в состоянии единства, тогда мы сможем создать волны в коллективном сознании человечества. Так что присоединяйтесь к нам в создание этой всемирной волны единства. Сегодня вы будете фокусироваться на анахата чакре, в зеленом лотосе с 12 лепестками в центре грудной клетки. В самом сердце этой чакры находится Божественное, ваш Андарьямин. Вы будете медитировать сегодня с мантрой Янг, фокусируясь на анахате и готовясь ко всемирному не единству, после которого вы перейдете к дикши и экам-джапе. Пожалуйста, закройте глаза, сфокусируйтесь на центре грудной клетки, пропивайте эту мантру вместе со мной. Янг. Янг. Ям, ям, ям. Ям, ям. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok